350 зареченцев зарегистрировали в полиции свои велосипеды. И это только за последние две недели. Переписывать двухколесный транспорт в городе решили после многочисленных краж. В 2016 году уже возбуждено 25 уголовных дел по фактам воровства велосипедов. Правоохранители отмечают, что в большинстве случаев не так проблематично найти преступника и украденное им имущество, сколько установить владельца. Люди не знают номеров похищенных своих велосипедов. Ну, сами понимаете, похищенный велосипед можно изменить цвет его, какие-то определенные сложности при его поисках. У нас, допустим, из 25 возбужденных уголовных дел на территории нашего обслуживания только по одному велосипеду был заранее известен номер данного велосипеда. То есть, когда люди приобретают велосипеды на этих документах, так называемых, которые прилагаются на картах гарантийных, либо технических паспортах, так называемых, там номеров велосипедов, как правило, не вписывают. Внести сведения о своем велосипеде в общую базу данных полиции может каждый владелец. Для этого нужно приехать на нем в отделение полиции по адресу Зеленая 12. Также можно обратиться к участковому или любому сотруднику полиции. Фиксируется серийный номер рамы и модель велосипеда. Конечно, регистрация не спасет двухколесный транспорт от угона, но поможет в его розыске. Человек потом может спать спокойно, потому что и у него, и у нас есть номер его велосипеда, который мы, соответственно, впоследствии можем идентифицировать. Не переживать за свой двухколесный транспорт могут позволить себе те зареченцы, кто паркуется на крытых велостоянках. Но пока таких павильончиков в городе только два. Хороший пример, когда по инициативе администрации, по инициативе депутата, там мы поставили велопарковку, которым пользуется двор. Вот там таких проблем у нас не возникало, хищение оттуда не заявлялось. До конца лета в Заречном планируется оборудовать до 800 мест для парковки велосипедов. Открытые конструкции будут размещены рядом с образовательными учреждениями, в зонах отдыха, вблизи учреждений культуры и спорта. Однако эти стоянки создаются лишь для удобства велосипедистов, но никак не для безопасного хранения двухколесного транспорта. Обеспечить его сохранность могут только надежные противоугонные устройства или GPS-мычки.